Старт форелевого бизнеса в Первомайском не задался. Это уже вторая лачуга предприятия. Первую деревянную сожгли, эту разбомбили. Люди не против бизнеса, а не против бизнеса на реке. До нее тут десяток метров. Она вот так идет, может пойти, вот сейчас вот родники, видите, бьют. Она может пробить себе дорогу и пойти вот так. А может просто пойти через трубу и пробить себе дорогу вот так вот, потому что кругом здесь родники. Это родниковая зона. Родниковая подушка реки для форели – то, что нужно. Вода свежая и с постоянным охлаждением. Правда, бизнесмен, со слов жителей, обещал реку не трогать и ничего туда не сливать. Это сказки, потому что грунтовые воды. И здесь вот в половодье хорошее все заливает. Даже идет вот там вот вода. Это все будет смываться в реку. Почему тогда в другом месте им не нравится участок? Вот именно у реки. Им нужна вода и нужен слив. Все. Замкнутое производство. Вам показывали проект того, что… Нет. На таком же вот собрании все проголосовали против. С нами якобы посоветоваться пришли. Посоветовались, все проголосовали против и приняли решение строить. Во время съемки жителям пришло письмо от районных властей. Форелевая ферма заявлена как установка замкнутого водоснабжения. В теории это бассейны с отливами. А по факту жители не знают планов бизнеса и не видели экспертиз, разрешающих строительство. А в конечном счете люди переживают, что река, которая и так стала меньше из-за полива огородов, форелевое производство не переживет и просто пересохнет. А это значит, что без воды может остаться тысяча участков ниже по течению. Это к тому же нарушит всю экосистему. Плохой сценарий жителей подтверждает и то, что за будущей форелевой фермой стоит не предприятие, а физическое лицо. Элементарно принцип, так сказать, черного бизнеса. Я получаю землю в аренду, отдаю его в субаренду какому-нибудь ОООшке или ИПшке, и все проблемы с ним, а я чистый. Пока связаться с администрацией Первомайского района и бизнесменам не удалось. Мы продолжим следить за ситуацией в ближайших выпусках. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком.